Слава Богу, братья и сестры! Жив наш Господь! Слава вовеке! Слава Богу, братья и сестры! Бог, посредством Духа Святого, через живое Слово, говорит к нам. И брат передо мной очень хорошо сказал, что дай Боже нам иметь уши открытыми, чтобы слышать голос Божий. Пусть Бог нам поможет. Я хочу вспомнить события, которые вспоминал весь христианский народ. События о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Мы праздновали, вы праздновали, мы вспоминали эти события и говорили, что Христос воскрес из мертвых, Он победил смерть, и Он ныне пребывает одесную Отца и ходатайствует за каждого из нас. То есть, наш Господь жив. Аллилуйя! И написано, верующий в Него имеет эту жизнь. Слава нашему Господу! И буквально через некоторое время мы будем вспоминать такое же событие, евангельское, из жизни Иисуса Христа, это Его Вознесение. Но я на что хотел обратить внимание, друзья мои, братья и сестры. Я заметил такую особенность, что очень много говорится о воскресении мертвых, о воскресении Иисуса Христа, о силе Божьей, которая не имеет границ. То есть, даже из тления Бог воздвигает нетленное. Это сила Божия, это слава Божия, и для нас это есть утешение. Потому что на основании воскресения из мертвых строится вся наша вера. Вера в воскресшего и живого Иисуса Христа. Я читаю место, где написано, первое послание Коринфянам, 15 глава. Напоминаю вам, братья, Евангелие, о котором я благовествовал, которое вы приняли и в котором вы утвердились. «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Апостол Павел имел такую необходимость напоминать верующим Евангелие. И говорит, не просто Евангелие, как благую весть, а это то Евангелие, которым вы спасаетесь, которым вы утвердились, в которое вы веруете. И тем не менее, апостол Павел посчитал нужным и необходимым, говорит, я напоминаю вам, братья, это Евангелие. Какое Евангелие? И дальше он говорит, что Иисус Христос пришел на эту землю по Писанию, принял на себя грех всего мира по Писанию, был казнен, погребен и воскрес также по Писанию. И потом он говорит такие очень интересные слова. Потом явился Мария Магдалине, потом Петру, потом пятистам братьям в одно время, а потом явился и мне, как некоему извергу. Ну дальше он говорит о себе, но говорит, благодатью Божией есть мне то, что есть. И вот на это я хочу обратить ваше внимание, что с момента воскресения Иисуса Христа и до Его вознесения с этой земли, мы читаем в Евангелии, что Он ходил и еще 40 дней пребывал с учениками Своими, беседуя с ними о Царстве Божием. И вы знаете, буквально недавно мы рассуждали и беседовали, что очень мало об этом вспоминается, о тех событиях, что Христос по воскресении Своем, Он оставался с учениками Своими и утверждал их, убеждал их, где-то кого-то укреплял, где-то кого-то обличал, но Он почему-то это сделал. И вы знаете, я хочу сказать вот что, друзья мои, давайте мы вспомним те события, которые произошли, когда Иисуса Христа распяли и погребли Его, привалившие большой камень ко гробу, ко входу в гроб, чтобы из опасения, как говорили книжники и фарисеи, чтобы ученики не выкрали тело и не сказали, что Он воскрес, все эти события мы помним. И мы помним так же, что пришла сила Божия, и Христос воскрес из мертвых, несмотря на все предостережения книжника и фарисеев. И мы также видим интересное событие, когда идут два ученика в город, значит, от Иерусалима стадии в 60 расстояние, и шли два ученика и беседовали. О чем-то они беседовали, о чем-то они рассуждали, и пристал к ним третий путник, и задает им вопрос, о чем это вы рассуждаете, и почему вы печальны. Ему отдают такой ответ, даже с упреком, говорит, ты один из немногих пришедших в Иерусалим, и не знаешь, что произошло в это время в этом городе. Он говорит, расскажите, в чем проблема, что случилось. И они начали ему рассказывать, что вот, был человек, пророк, сильный в слове и в деле, перед Богом и перед людьми, а мы думали было, что он выполнит наши чаяния, наши желания. Мы думали, что он освободит народ Израиля. А вот, как уже по всему этому три дня, третий день ныне, как это все произошло. И написано, он, взявши от Моисея и взявши из всех пророков, начал объяснять им суть вопроса. И когда они пришли в дом, они уговорили его остаться, то по преломлению хлеба они узнали, что это был сам воскресший Иисус. И говорят между собой, не горело ли у нас сердце. Они бегут к другим ученикам, они начинают возвещать им, что мы видели Иисуса воскресшего, живого. Кто-то уверовал, а кто не был на том месте, может и не уверовал. Потому что написано, Христос явился потом. Одиннадцати апостолам, ученики были собраны. Он с ними беседовал. И первое, что он сказал, мир вам. И мы много читаем таких событий. Когда он пришел на берег моря и спрашивал, что вы поймали? Вы помните, да, когда Петр и вместе с ним шесть апостолов, всего семь апостолов пошли ловить рыбу. И задает им вопрос, что вы поймали, что вы имеете? Имеется ли у вас какая пища? Да вот мы всю ночь трудились и ничего не поймали. Сделайте вот так. Сделали и получили. И они узнали, что это есть Иисус и воскресший. Мы помним дальше их беседы, рассуждения. Когда он Петру трижды задавал вопрос. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Три раза задал вопрос и все время отвечал. Паси овец моих, паси агнцев моих. Мы помним такие же события, когда пришел Христос и обратился непосредственно к Фоме и говорит, Фома, дай палец свой, руку свою вложи в раны мои и не будь неверующим, но верующим. Это все события, происшедшие по воскресении Иисуса Христа и перед Его вознесением. Почему это так важно нам сегодня, верующим людям, знать это? Почему нам нужно помнить об этих всех событиях и не просто делать, знаете, приоритет, что воскресение Иисуса Христа это самое большое торжество. Я вам хочу сказать, давайте мы вспомним, в каком состоянии были люди по его погребению. Петр говорит, пойду рыбу ловить. Делать больше нечего. Суть жизни. Он не видел, что делать дальше. Но давайте мы вспомним, что незадолго до этого он трижды отрекся от Иисуса Христа перед людьми и не сказал, что да, я его ученик, да, я его знаю. Он трижды отрекся. И мы видим состояние Петра. Мы видим состояние других учеников. Говорят, а вот мы думали, а вот так произошло. У них перестала гореть звезда надежды. Пока Христос ходил с ними, все было хорошо. Как его не стало, и вся их вера поколебалась. Те рыбу ловят. Те надеялись на то, что он все-таки восстановит царство Израиля. Потому что, посмотрите, они не назвали его Сыном Божиим. Говорит, был пророк такой сильный в слове. Фома вообще сказал, говорит, я не верю. Я не верю. И вот представьте такую картину. Христос был погребен. Он воскрес. В воскресенье Своим победил смерть. Но ученики этого не знают. Они в это не верят. И Христу надо было сорок дней ходить, убеждать, уговаривать, показывать свои раны, показывать самого себя, беседовать с ними, утверждать их, для того, чтобы они все-таки поверили, побороли это сомнение, побороли все свое недоверие, все свои амбиции какие-то человеческие, построенные, может, на каких-то чаяниях, ожиданиях своих человеческих. И поверили, что Он есть Христос, Сын Бога Живого, воскресший из мертвых, победивший ад и смерть. И, вы знаете, нужно было почти полтора месяца ходить и убеждать. И Он все-таки добился этой цели. Он не просто так воскрес из мертвых и пошел на небо, а вы тут как хотите. Нет. Он видел, что сердца, они поколебались. В сердцах была печаль и сомнение. И Ему нужно было эти сомнения, эти печали, эти все непонятные вопросы разрешить и дать все ответы исчерпывающие. И Он это сделал. И суть мы читаем потом, когда Христос, благословляя, вознесся, в глазах их начал подниматься в небо. И явились ангелы и сказали, что вы смотрите, да? Этот Христос, который вознесся таким же образом и придет. Смотрите реакцию учеников. Там они рыбу ловили, они ходили печальные. А написано, когда вознесся Христос, они вернулись в город уже с другим чувством, с чувством радости. Потому что Слово Божие, оно достигло их сердец. Слава Богу. Я к чему это хочу сказать, друзья мои. В нашей жизни бывают обстоятельства, когда печаль или непонимание, или какие-то сомнения закрывают наши глаза. И мы иногда можем не видеть присутствие Иисуса Христа. Мы можем видеть свои проблемы, мы можем видеть свои обстоятельства, мы можем видеть ту гору скорбей и проблем, которые вокруг нас. И мы не можем видеть Иисуса Христа, потому что закрыты наши глаза. Нет у нас этой способности. Но я вам хочу сказать на основании Слова Божия. Я хочу вам сказать именем Господа Иисуса Христа, что несмотря на то, как бы мы свою пустоту внутреннюю или печаль сердечную, какими мы делами не закрывали, пытаясь углубиться в работу, погрузиться с головой в эту работу, или делали что-то другое, или о чем-то бы рассуждали, Христос найдет вас и там. Он придет к вам и скажет, мир тебе, сестра. Он скажет, мир тебе, брат. Боже, дай нам способность услышать этот голос и ответить ему. Друзья мои, запомните, Христос, в каком бы мы состоянии ни были, Он не оставит нас. Он придет к нам и скажет, мир тебе. Наша задача – отозваться на этот голос. Отозваться и сказать, да, Господи, было много, да, были проблемы. И этому пример беседы, диалог Христа и Петра. Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, люблю. Любишь? Да, люблю. Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Господи, ты все знаешь. И ты знаешь, что я люблю тебя. И Христос, ему нужно три раза было спросить, и три раза получить ответ, чтобы снять с него вину, чтобы он почувствовал, что Христос его простил, он его любит, и таким образом дарует ему служение, для того, чтобы этим служением и потом, впоследствии, смертью своей он прославил воскресшего Иисуса Христа. Поэтому Церковь Божия, братья и сестры, Христос живой, слава Ему вовеки. И несмотря на все обстоятельства, которые в нашей жизни происходят, суета, сует, все суета, но бывает, что в этой суете мы закрываем глаза, закрываем уши, и не способны слышать и видеть, но тем не менее, Христос придет к вам и скажет вам мир, и подарит вам этот мир. Пусть Бог нам поможет верить в это, не сомневаться. И призыв, который я хочу сказать, он прозвучал в Фоме, не будь неверующим, но верующим. Веруйте, что Христос живой. Веруйте, что Он воскресший, и Он никогда больше не умрет. Веруйте в то, что обетование, посланное Отцом по просьбе Иисуса Христа, оно живо и действенно, и мы им сегодня помазание Святого Духа, и Он сегодня говорит к нам, и беседует с нами, и вразумляет нас, и обличает, и утешает. Это есть помазание Святого Духа, посланное Отцом. Слава Богу! Да поможет нам Господь всегда это помнить, всегда в это верить. И в нашей жизни, я думаю, что мы много что-то изменим. Где-то какое-то отношение к Слову Божьему, к Духу Святому, к Иисусу Христу. Не просто, знаете, как личности, которая когда-то жила, а к той личности, с которой мы имеем общение каждый день в своей жизни. И с которой мы будем иметь общение сейчас в молитве. Сейчас мы все с вами пристанем перед живым Богом, перед воскрешенным Иисусом Христом, и принесем Ему все, что у нас есть на сердце. Все свои печали, все сомнения, все скорби. Отдайте Ему и ожидайте милости от Господа. Да благословит вас все Господь. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok